В этом видео рассмотрим, как создавать таблицы в базе данных Аксесс. Итак, у меня есть файл базы данных Аксесс, он еще абсолютно пустой, я его только-только создал. И смотрите, есть у нас вот такие вот таблички в Excel. Тут просто номер по порядку, наименование товара и цена товара. Но в Excel этим пользоваться очень неудобно, поэтому давайте попробуем перенести все это в Аксесс. Показываю по порядку, как все это делать. Ну, наверное, для примера нам хватит вот этих вот четыре категории товара. Маслины, соусы, кетчупы, супы, бульоны, томатная паста. Так, итак, переходим в Аксесс, потом переходим на вкладочку создание. Да, у меня Microsoft Аксесс, видите, формат 2007-2016, а версия, по-моему, у меня Microsoft Office 365. У вас может быть другая версия, но плюс-минус оно везде все одинаково. Итак, переходим на вкладочку создание, выбираем таблица. Значит, первое, код, номер. Ну, это у нас будет и будет номер товара по порядку. Но тут видите, а, ну да, тут так и есть, вот идут товары. Тут уже другая категория, но номер товара идет другой. У нас будет точно так. Возвращаемся. Так, первое, это у нас будет код. Второе будет наименование. Это у нас будет краткий текст. Наименование. Следующий столбик, это у нас будет цена. Теперь нам надо дать имя этой таблицы, ну, чтобы мы не путались, чтобы это не называлось таблица 1. Дать ей какое-то нормальное название. Так, ждем, жмем сохранить. И вводим, значит, название. Ну, пусть будет ассортимент товаров. Все сохранили. Можно перейти теперь в режим конструктора. Вот слева у меня кнопочка есть режим таблицы и режим конструктора. Переходим в режим конструктора. Итак, первый код. Это тип данных. Тут будет счетчик. То есть, каждая следующая единица товара будет иметь следующий номер товара. По порядку. Наименование. Это будет короткий текст. Ну, то есть, размер поля 255 символов. Ну, я думаю, 255 символов хватит для любого товара, чтобы дать ему название. Тут цена. И видите, у нас тип данных подтянулся неправильный. Тип данных у нас денежный. Число десятичных знаков. Давайте оставим 2. Ну, в общем, может быть и 3, и более. Ну, пока этого хватит. Все, возвращаемся в режим таблицы. А, сохранить. Сохраняем. Табличка у нас закончена. Теперь нам надо ввести данные. Давайте как сделаем. Вот так вот я, чтобы было видно. Сохраню все это. Вернее, расположу окна вот таким вот образом. Да, тут цена отображается в фунтах стерлингов по умолчанию. Ну, потом изменим это, если вам это надо будет. Итак, первое. Маслины. Давайте скопируем. Ставим. Цена 33. Ух ты, получилось 330 у меня. Вот. Видите, номер поставился автоматически. Мы его не вставляем. Давайте следующий товар. И цену и перешли вот на следующую запись. Вот. Как мы видим, у нас тут томатная паста имеет номер 44 и тут. Значит, мы ничего не пропустили. Теперь смотрите. Нам. Теперь нам надо создать вторую таблицу, в которой будут отображаться категории товаров. То есть, будут отображаться баслины, соусы, кетчупы, супы, бульоны и томатная паста. Итак, начинаем. Опять переходим на вкладочку создания. Жмем таблица. Первый код это у нас формат данных счетчик будет. И второе. Это тоже выберем тип данных. Краткий текст. А назовем это поле категории товаров. Так и назовем категория товаров. Так. Enter. Все есть. Двух полей пока для этой таблицы будет достаточно. И переносим данные опять же с нашего экселевского файла. Первая категория это будет оливки, маслины, потом соусы, кетчупы. Супы, бульоны. Так, не скопировал. И томатная паста. Так, жмем, вернее, Ctrl-S. Сохраняем. И нам предлагают дать имя таблицы. Назовем категории товаров. Enter. Итак, у нас уже готова наша небольшая база данных. Но в этой базе данных есть только две таблички. Вот ассортимент товаров. И категории товаров. Но эти две таблички между собой абсолютно никак не связаны. То есть, пользуясь этой таблицей, по идее мы не можем определить, что к ополиву оливки относятся именно к категории товаров оливки. Либо там кетчуп у нас тоже никакой категории не относится. То есть, таблицы между собой не связаны. Как связывать таблицы мы разберем в следующем видео. А теперь, что нам осталось еще раз посмотреть. Это вот, давайте опять перейдем в ассортимент товаров, в табличку. И посмотрим режим конструктора. Что тут хочется сказать. У нас может быть, какие могут быть еще у нас типы данных. Допустим, у нас есть таблица не ассортимент товаров, а заказ. В которой будет отображаться еще и дата, когда заказ сделан. Для этого у нас существует вот дата, время, формат. Кроме того, существует длинный текст. Формат поля, в котором можно будет писать более длинные тексты. Больше, чем 255 символов. Денежный счетчик. Денежный формат, понятно. Счетчик, если вы еще до конца не поняли. Но это просто. Обычно он идет для ключевых значений в таблицах. То есть, все. Это числовое значение, но увеличивается оно автоматически по порядку. Два одинаковых значения у счетчика быть не может. Потом, логический, это всегда формат поля да или нет. Для чего может быть это использовано. Если там какие-то данные о человеке идут. Там у нас фамилия, имя, отчество. И что там можно указать. У человека есть водительские права. Да, нет. Вот такой вот вариант. Для этого используется. Для тех данных, которые отвечают на вопрос да или нет. Ну и гиперссылка, понятно. Ссылка на какой-то сайт вложения. Ну прикрепляем. Опять же, если анкета человека, то можно прикрепить фотографию. Вычисляем и там какая-то формула. Ну и мастер подстановок, тоже там подставляются какие-то значения. Так, нам это поле логически не надо. Давайте его удалим, конечно. Переходим в режим таблицы. Ну все, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр.